Практически стёртый по действиям природы и времени надписи, покосившиеся каменные ограды, разбитое надгробие. В таком плачевном состоянии находится сейчас комплекс придорожных сыртов в Дегорском ущелье. Люди бьют тревогу и требуют сохранить культурное наследие осетинского народа. Упавший и разбившийся сырт. Уникальный в каком-то смысле, потому что огромное количество сыртов есть, конечно. Ну не огромное, но значительное количество сыртов по республике традиционных, изображающих какой-то орнамент, а этот изображает человеческую фигуру в полный рост с массой аксессуаров. В принципе, все те надгробия, которые у нас есть в республике, про которые говорят, что у нас их немало, в большей части относятся к одному хронологическому отрезку. И сейчас стремительно утрачиваются. И вот наблюдать это очень печально, очень больно. Каменные надгробия есть практически в каждом ущелье Северной Осетии. Ценность этого сырта в том, что он отличается от традиционных памятников. Здесь изображен человек, возможно, даже с портретным сходством. Эта редкость преимущественно использовали орнаментальные изображения и символы. Если говорить о надгробиях, то это тем более памятники, ценные для нас, потому что тут уже работали не просто мастера по обработке камня, но тут еще работали художники. Первые художники, которые пытались оставить для нас облик людей, которые жили рядом с ними, которых они знали, и оставить какие-то такие связи семейные. Конечно, эти памятники должны сохраняться. К сожалению, они сейчас все практически находятся в печальном, плачевном положении. Этот памятник, конечно, можно склеить, можно соединить, можно поставить, но, в принципе, ему уже нанесен ущерб, потому что краска смыта. Надгробия сделали известные в Северной Осетии художники Тимрук и Тимбулат Тимираевы. Их скульптуры можно увидеть по всему Дегорскому ущелью. Отец и сын жили в селении Ход, творили до 1936 года. Почерк авторов легко узнаваем. Тщательная прорисовка деталей одежды и украшений, характерный разворот ног, традиционная надпись на ленте верхней части скульптуры. Это тоже пример работы Тимираевых. И очень хорошо как раз можно увидеть, почему этот цирк хорошо сохранился. Здесь сохранилось обрамление. Вот эта арочка, вот эта ниша, которая выложена из камней, она предохраняла камень от влаги, от попадания туда, с дождя. И поэтому так хорошо сохранилась краска. Мы видим, что эта краска авторская, это еще с того времени, как была сделана работа. Ну и, конечно, мы здесь видим все признаки стиля, этих художников. Чтобы сохранить комплекс сыртов и привести их в надлежащий вид, неравнодушные жители республики обратились в Комитет по охране памятников. Каменные надгробия сырты не входят в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Но они представляют значительную историческую и культурную ценность. Поэтому Комитет обратился в адрес администрации местного самоуправления Иравского района с тем, чтобы были приняты меры по их сохранению. В администрации района пока не знают, как сохранить комплекс и отреставрировать расколотый памятник. Заниматься восстановлением должны соответствующие специалисты, а таких в районе попросту нет. У нас специалистов, которые бы сделали заключение, каким способом необходимо восстановить данный памятник и с привлечением каких сил и средств. У нас таких возможностей нет. Мы соответствующее обращение на имя комитета подготовили. Специалисты должны проехать и осмотреть, и должны дать соответствующее заключение о восстановлении данного памятника и каким способом будет восстанавливаться данный памятник. Обратиться в Комитет по охране памятников рассчитывают и жители республики. Теперь уже для того, чтобы комплекс все же включили в реестр охраняемых объектов. Тогда памятники будут под защитой государства. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, 15 регион.